Приветствую вас, Мария. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ну, смотрите, вы спрашиваете в первую очередь, вы спрашиваете, что делать не знаю. И, честно говоря, я вас очень хорошо понимаю. Я понимаю вас, понимаю, что вы не знаете, что делать, но, если честно, мы, как психологи, как специалисты, мы тоже не можем знать, что вам делать. Ну, потому что жизнь это ваша, и вам, только вам решать, как вы её будете проживать. Поэтому на вопрос, как быть, да, мы вам не ответим. Мы можем, конечно же, помочь вам разобраться в себе, мы можем помочь вам понять лучше себя, может быть, мы можем это сделать. Но мы вряд ли можем рассказать вам, как поступать в этой ситуации. Поэтому этот момент вам решать нужно самостоятельно, в любом случае. Дальше. Дальше. Из вашего текста, честно говоря, мне показалось, что вы как-то вот несколько, я бы сказал, противоречите, что ли, сами себе. Потому что вы живёте с мужчиной, то есть вы соглашаетесь жить с мужчиной, вы соглашаетесь с ним жить, как бы не выходя за него замуж, вот. Я знаю, что у человека за плечами есть некоторая такая травмирующая история, связанная с браком. И, тем не менее, вы говорите о том, что у вас лопнуло терпение, и вы всё ему высказали. Относительно вот того, что вы не супруги, что рожатка собирается и так далее. То есть у меня складывается очень стойкое впечатление, очень стойкое ощущение, что вы не отвечаете за свой выбор, за своё решение. Ваше решение было вступить в отношения с человеком и начать жить с ним вместе. Это ваше решение было. И получается, так, получается, за это решение вы не отвечаете. Потому что мужчина, ну, он принял, он принял ваше согласие, он вам предложил, или вы решили вместе, не важно, не важно. И, собственно, вы согласились, он его тоже всё устраивает. Вот. А может быть он как бы представлял вас как свою жену дома, как девушку на публике, потому что он не хотел опять брать ответственность за супружеские обязанности, которые... причинили ему, там, некоторый негатив, скажем так. И человеку просто нужно время для того, чтобы, ну, как-то опять что-то, быть готовым сделать в себе такую ответственность, в которой сейчас человек может просто-напросто бояться, что он нормально. Кстати говоря, после развода, да, после развода, которые всегда являются травмой, ну, нужно... психотерапия, чтобы не повторить тех ошибок, которые были допущены в этом самом браке. Потому что иначе ошибки могут повториться. Ну, собственно, как это и происходит. Судя по тому, что вы пищите. Итак. Два года, пишите вы, встречаюсь с мужчиной. Год живем вместе. Ну, соответственно, возникает вопрос. Что между вами общего? Что вас связывает? Что вас объединяет? Какие чувства вы питаете друг другу? На что эти чувства направлены? Например, ваши чувства на что направлены? Как вы воспринимаете мужчину? Как вы строите с ним отношения? На каком основании вы строите с ним отношения? Это все достаточно важный момент. Дальше. Он был женат, развелись 50 девушей жены за год до нашего знакомства. Смотрите. В конфликте не бывает однозначно в правах их виноват. В конфликте участвуют две страны. И, как бы, да, может быть, инициатива, как бы, расхода, принадлежит жене. Спор не? Но муж, ваш мужчина, тоже ответственный за это. И, значит, какие-то его действия привели к тому, что это стало вопросом. А не только то, что вот в инициативе жены. Вот жена захотела развестись и развелись. Нет. Это так не работало. Есть причина. Дальше. Он называет меня своей женой. Ну и что, он, как бы, он чувствует вас так, что вы его жена. Не часто, но с особой интонацией. Ну, здесь очевидно, что речь идет про интимность. Это вот для мужчин. То есть, для мужчин, для мужчин это интимно. Ну, хоть у вас в своей женой. Вот. А более интимно, чем, например, там, допустим, ну, скажем, социальный аспект... этого. То есть, такой вот, ну, более официальный, да, аспект супручества. Поэтому, с особой интонацией. Что означает лишь факт того, что для него это значит много. Я попросил его так меня не называть, потому что мы не женаты. Здесь вы говорите о своей тревожности и о страхе. Вот. Страх чего? Что того, что вас, вероятно, не возьмут замуж. Что будут называть вас женой. Вот так. А фактической женой не сделают. Что, в свою очередь, наводят на другой вопрос. А вы хотите замуж? Вы хотите ребенка? Зачем? Дальше. Когда он знакомит меня с кем-то, то я снова его девушка. А дома жена. Ну, как бы это интимно, я уже сказал. Я в шутку сказал, чтобы был последовательным и представлял меня знакомым не девушкой, а женой. Я вот думаю, Мария, что вам как-то вот социальный статус чем-то важен. И я не говорю, что важность статуса выше, чем важность человека. Но мне кажется, как минимум, что важность социального статуса для вас. Влияют на важность человека. То есть, за счет того, что социальный статус, статус жены, может быть матери, вам важен. Вы делаете перенаправление счастья своих эмоциональных ресурсов на это. Не на мужчинах у вас идут все ресурсы, и не на себя, а на социальный статус. Социальный статус здесь, в купе с вашей тревожностью, вашим страхом, может быть, должны обеспечить вас защищенность. Судя по всему. Но защищенность вам это не дает. По крайней мере, пока. Понимаете? Иными словами, ребенок и семья, то есть замужество, должны решить некую вашу проблему, некий ваш конфликт. Вопрос в том, какой конфликт. Да? Дальше. Идем. Когда стал намекать на ребенка, ответил, что рожать буду после свадьбы. Здесь довольно любопытные моменты возникают. Во-первых, мужчина является отражением ваших ценностей и ваших желаний. Мужчина является отражением того, что вы сами хотите от отношений в принципе. Стремление к семье, к ребенку, интимность, слово жена, то есть некое такое вот преувеличение значимости семьи имеет место быть. Это прямое отражение того, что вы сами, скорее всего, для себя сами хотите. Это, ну вот, ну это, это нормально. Это нормально. Другое дело, насколько вы это принимаете. Насколько вы в этом отдаете себе отчет. Дальше. Что мы начнем, больше ни слова. Ну, видите, значимость семьи. Вчера мы поссорились. Из-за чего? Какой ваш вклад в ссор, Мария? Опять начал говорить, что должна делать жена. Что у нас здесь упор на семью? Мое терпение улыбнуло. Мария, а когда вы начали терпеть? Для чего вы начали терпеть? Вообще. Часто ли вы терпите? Понимаете, ссора, это игра. Психологическая игра. Вы напишите в интернете, психологическая игра, скандал, и изучите ее, пожалуйста. Это первое. Второе. Терпение, которое вас лопнуло, это тоже, в некотором смысле, игра. Вы не разрешаете себе проявлять эмоции в полной мере до тех пор, пока терпение не лопнет, когда вы их проявите, но в более яркой и более сильной форме. Высказал ему все, что думает о нашем союзе, но ведь вы сами в этот союз вступили, вы сами выбрали этот союз. Мужчина не обещал, судя по всему, на вас жениться. По крайней мере, об этом вы ничего не говорите. Что это не брак, о браке с вами речи и не шло. Что я ему не жена, а он мне не муж, что детей до свадьбы рожать не собирается. Начинает думать, что недостойны фата белого платья и кольца на пальце. А вот это вопрос вашей самооценки, что вы недостойны кольца на пальце. Это ваша проблема самооценки, это ваш конфликт. Ответственность за который вы перекладываете на машину, у которого в данном случае, наверное, похожая проблема. Он ответил, если для тебя это так важно, пойдем в ЗАГС распишемся. Выпылилась такой злостью, что я вообще расхотела заходить за него замуж. Ну, это классическая история скандала. Обида. Почему расхотелась-то? Смотри. Ну, вы затронули интимную тему человека. Человек почувствовал, что в нее в темном свет торгаются, начал защищаться, агрессировать, вы обиделись. Понимаете? Здесь все как по учебнику. К сожалению, это печальный учебник человеческой жизни. Все это можно исправить, если вы хотите разбираться в себе. Вот. Вот такой, в принципе, ответ. Можно вам как бы дать. Дальше. Что делать? Не знаю. Что делать, чтобы что? Как быть? Как быть, чтобы что, Мария? Как быть, чтобы что? Все. Но вы как-то вот цель-то свое сформируете, вы чего хотите от психолога, от данного обращения. Вот. Чего вы хотите? Я вот пока не вижу вектора ваших, ну, перемен, да? То есть куда вы хотите, куда вы хотите меняться, в какую сторону вы хотите двигаться. Вы можете обратиться как сами за помощью психологической и разобраться в себе. Можете вместе с мужчиной обратиться за помощью и разбираться в себе. Вариентов достаточно. Выбирайте любой вам подходящий и начинать. Потому что отношение к таким подходам вам выстраивать будет, конечно же, сложно надо. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!